Привет, интернет! С вами Илья, это Игра День и наша рубрика Технотема. Сегодня мы смотрим на новинку ноутбук от Honor MagicBook 14. Также в конце будет небольшой конкурс для вас и еще подарки, так что досмотрите видео до конца, а мы начинаем. Поехали! Сегодня у нас интереснейшая новинка Ultrabook от Honor, который сейчас доступен по очень привлекательной цене. И, кстати, за этот ценник мы получаем реально крутое решение. Но начнем, как всегда, по порядку. Поставляется ноутбук в такой картонной коробочке, ну а в комплекте идет сам компьютер, зарядное устройство. Тут, кстати, быстрая зарядка и кабель Type-C. Вообще, по внешнему виду ноутбук мне очень понравился. Это вообще здорово, когда компьютер не только хорошо работает, но и выглядит внешне круто. За это большой респект. Тут корпус, как и полагается, в премиальном устройстве выполнен местами из металла, отчего, опять же, ноутбук очень приятно держать в руках. Вообще, собран он замечательно, ничего не скрипит, не лифтит, с этим полный порядок. Выполнен, кстати, как видите, он в таком синеватом оттенке, ну а по периметру на крышке идет интересная такая полировка, отчего, опять же, на свете ноутбук весьма круто выглядит. Тут же имеется еще на крышке бренд, в общем-то, Honor, и это тоже добавляет такой элемент дизайна. В общем, все, что касается внешнего вида, реализовано, на мой взгляд, отлично, с этим производители справились на ура. Вообще, ноутбук достаточно компактный, он не тяжелый, поэтому спокойно, кстати, можно положить в сумку, куда-то отправиться, будет тоже хорошим решением. Вес тут идет 1380 грамм, и вообще, когда я пользовался ноутбуком, чувствовалось, что здесь какая-то прям легкая, из какая-то душа вложена, и от этого, опять же, пользоваться было просто комфортно. На самом деле, тут полно интересных решений, например, имеется такой вот сканер отпечатков пальца, который, к слову, работает отлично, а также очень-очень маленькие рамки на экране. За счет этого пользоваться, работать, смотреть на ноутбук очень удобно, и тут сам экран имеет разрешение Full HD и выполнен по технологии IPS. Ну, а уже такие маленькие рамки идут за счет отсутствия фронтальной камеры, и это тоже одно из интереснейших решений. Сделали камеру они в клавиатуре, и таким вот простым нажатием ее можно открыть и активировать, и далее так использовать. Камера тут идет на 1 мегапиксель, что вполне себе нормально для ноутбука, то есть для того же скайпа, или, допустим, стримов, более чем ее будет достаточно. Ну, и раз я уже заговорил о клавиатуре, то стоит сказать, что здесь, на самом деле, прекрасная клава, тут отличный ход клавиш, пользоваться ей тоже максимально комфортно, поэтому ноутбук, как печатная машинка, тоже будет отличным решением. Ну, и трехваток тоже достойный, можно и безмышки спокойно все это дело юзать, допустим, в метро или еще где-то в таких местах. Ну, и, как я говорил, тут полно необычных вещей, на самом деле, в ноутбуке, и еще что мне понравилось, так это то, что крышку можно полностью открыть, это тоже круто, и такое далеко не везде имеется. Теперь по поводу звучания. Тут имеется два динамика, что вполне достаточно для просмотра фильмов того же ютубчика, поэтому здесь с этим тоже полный порядок. По производительности ноутбук оснащен процессором Ryzen 5 3500 и видеокартой Radeon Vega 8 Graphics, ну и тут еще идет оперативки 8 ГБ и 256 ГБ встроенной памяти. Для игры его вполне себе можно юзать, пусть и не на высокой графике, но, тем не менее, поиграть тут тоже можно, что меня, на самом деле, удивило. Я даже GTA 5 запустил, правда, на низких настолько графики, но, тем не менее, поиграть здесь тоже можно. На самом деле, стоит понимать, что ноутбук этот все-таки не для игр, а скорее для серфинга в интернете, каких-то простых работ, допустим, напечатание текста, для сайтов, для простого монтажа, ну и не для игр, хотя, опять же, с этим он тоже более-менее справляется. Я, на самом деле, протестировал его тоже для своей работы, запустил эмулятор Android, он тоже замечательно работал, поэтому такое тоже тут можно делать. В общем, на самом деле, мне понравился этот ноутбук, тут реально много приколюшек таких, и, кстати, тут есть очень интересная функция Magic Link, которая позволяет синхронизировать ваш ноутбук со смартфоном, и это тоже офигенная штука. На самом деле, один свайп и ваше фото уже на ноутбуке, и здесь просто замечательная реализация. И все работает быстро, четко, и такое, думаю, понравится как блогерам, так и фотографам, да и просто обычным юзерам, это как минимум забавно, и такая вот фишка здесь имеется. Как я говорил, тут есть какая-то своя душа, есть какие-то свои фишки, которых нет у других брендов, и этим мне ноутбук очень понравился и запомнился. Стоит он порядка 45 тысяч рублей, и, на мой взгляд, это очень даже хорошее решение за такой ценник, потому что здесь и поиграть можно, пусть и на не самой высокой графике, и не в самые крутые игры, но, тем не менее, это тоже классно для ультрабука поработать, тоже замечательно можно с комфортом, да и он, на самом деле, такой компактный, поэтому его спокойно можно взять, допустим, в какие-то поездки, и он будет просто незаменимым решением. В общем, мне понравилось, поэтому вам тоже рекомендую, можете посмотреть, и, кстати, почитать мой более подробный обзор еще здесь, в описании под этим роликом. Там будет ссылка на форум, где есть такой вот от меня обзорчик. Ну, и, как я говорил, в конце вас ждут небольшие сюрпризы, и мы совместно с брендом Honor устраиваем конкурс, и у вас есть возможность выиграть крутые наушники Honor Sport Pro. Для участия в конкурсе вам нужно всего лишь написать в комментариях на форуме в статье обзора, для каких целей вы бы приобрели этот ноутбук, или как бы вы его использовали, будь он у вас на руках. Это, на самом деле, интересно, поэтому пишите свои варианты, и будет интересно это дело почитать. Конкурс будет идти с 10 по 19 февраля, и у вас есть шанс выиграть, и победитель будет выбран уже случайным образом, среди всех комментариев, и получит такой замечательный подарок. Победитель будет объявлен 23 февраля там же на форуме, поэтому, ребята, следите. Ну, и еще, как приятнейший бонус, специально для моих подписчиков, до 15 февраля действует купон на скидку 5000 рублей на MagicBook 14 и MagicBook Pro при покупке в официальном онлайн-магазине. На самом деле, это тоже круто, так что, если вы задумали к приобретению такой вот отличный ноутбук, то рекомендую использовать это промо, будет просто супер круто. Ну и, кстати, чуть не забыл, еще этот ноутбук можно будет протестировать в течение 30 дней после покупки, и если вам вдруг что-то не понравилось, то вы можете его вернуть, и вам возвратят деньги. Это тоже клево, и видно, что бренд просто уверен в своем продукте, и от себя скажу, что это действительно крутая практика. Короче, посмотрите еще раз все ссылки в описании. Ну, а так, у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро вновь с вами увидимся, так что до встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok